Друзья, перед каждой главой новой книги, аудиокниги, более привычной современникам нашим, я делал небольшое вступление. Итак, молодой и талантливый назовем в данный момент, на первое место ставим слово журналист, на второе садовод, потому что он делался за очень тяжелую и пока неблагодарную работу. Это переделка моих работ, статьи, но уже по его разумению. Вот потом идет небольшая правка и перевод в главы будущей книги аудио, и в результате что получится, то получится. А так перед вами Семенченко, Артем, который живет в Харькове. Представляете, в Харькове. Так. Это будет глава 4. Итак, аудиокнига, записки, зачарованного сибирского садовода. Это была бумажная, а теперь аудио. Вот это мы прорабатывали, прорабатывали, на девушку любовались, прорабатывали, прорабатывали. Вот. И дошли до статьи номер 3. И это будет глава номер 4 аудиокниги. Можно было бы в этой главе придумать другое название. Знаете, какое? Перейдит друг волшебник в голову в вертолете и подарит миллион рублей. И тогда эта книга будет опять переделана в текст. Уже после редактирования. И все. Может выйти в бумажном виде. Но никто в голову в вертолете пока не приезжает. Поехали. Осенняя работа в саду. У многих садоводов принято так, что осенью в саду появляется огромное количество задач. Без которых, по их мнению, наши сады не смогут нормально выйти в долгий зимний сад. Так, давайте-ка посмотрим ее дозапись. Дозапись идет, но моя опухшая от этого, от ОРЗ. И она меня окупилась. Вот так вот. Повторяю. Огромное количество задач принято так. Вот. Вообще, во всей природе, это я немножко, ну как бы тут же чуть-чуть подредактировал эту лишнюю, потом добавился лишний абзац. Во всей природе принято осенью отдыхать, уходить в зимний сад. Вот он хорошо написал, молодец. Вот. На самом деле, наши сады могут нормально выйти в долгий зимний сад, обязаны, но им не дают. Не дают, это ужас. Давайте по порядку. Большинство осенних ограблевов купителей для сада. Наверное, медиция, что можно делать, это саду, это садить саженцы. Сеять семена деревьев. И кустарников, питомники, или сразу на постоянное место в саду для будущих подвоем, или как же, собственных сельцев. И защищать молодец деревьев от саду для садов для садов для садов для садов для садов для садов. Да, осенью можно дыхать, или это можно было поставить точку в данной статье. Но помимо того, что нужно делать саду, я должен рассказать о том, что делать нельзя и почему. Осенний обрезка деревьев. Если говорить коротко, то лишь все открытые раны дерева вообще не нужны, а в зимний период и подавно. Более подробно к теме обрезки я разобрал в своей статье номер 2. Губительная обрезка деревьев, а нужна ли она вообще? Есть лишь два случая, когда можно обрезать дерево осенью. Или если это абсолютно высохшая ветвь, а вырезать составлением пня. Видя, как это дико звучит на фоне современного садоводства, достаточно глупого. Когда нужно вырезать на кольцо и погубить дерево. Или если дерево баточное, чередковое. Побелка деревьев. Изначально причина нужны побелки деревьев вас удивит. И она никак не связана с садоводством. Раннее военное время изющество красили бордюры и деревья вдаль дорог. Для того, чтобы ночью военная техника могла передвигаться без света фар, ориентируясь лишь по белым бордюрам и деревьям, которые хорошо были видны в темноте. Такой способ передвижения позволил технику оставаться незамеченным в ночное время. Вопрос в том, как это пришло в садоводство. Наверное, кто-то подумал, что так на побелке можно заработать много денег. И выдавал историю о том, будто она приносит саду пользу. Вот. Но это не так. И если известь не приносила никакой пользы саду, она не сильно вредила ему. То в современную побелке добавляют клей и ноль с других химикатов. И она больше добавляет краску для сцены, чтобы прожили побелку. В чем же ее проблема? Основной в том, что она закупоривает поры, кладет дерево. И не дает возможность дереву дышать. А если учесть, что это будет окрасить, то то где... Заметьте слово «красить» и «белить» до высоты вытянута вверх руки, то в большинстве случаев 7-100% площади коры, этого дерева, не способны к дыханию и другим обменным процессам кори. Можно привести озолок через коже. Наверное, не стоит отвечать на вопрос, чтобы ускоряющая краска склея подыграть, 5 месяцев не смывая. Так и делаем. Деревья, где темный цвет неспроста, темные оттенки цвета поглощают основную часть солнечного света. Лишь малый процент отражает, тем самым впитывает пока количество тепла. Впитывает зимой. Молодец, Артём. Вот всё интерпретирует железо. Вот. И нигде не это. Не испортил статью пока. Нигде не влитки. Ни в каком яйце. Такой процесс позволяет зимний период поддерживать температуру внутреннего дерева выше, чем температура воздуха. Тем самым не загружая в зимнее время. А белка нарушает этот процесс. Ведь белый цвет отражает основную часть солнечного света. Лишь незначительно его часть поглощает. Соответственно, нагревается в несколько раз меньше. И если у дерева нет запаса ворота, только среди регионов, где оно растёт, тогда просто выбираетесь. А некоторые деревья в ходе эволюции обрели белые цветка или очень светлые цветки. Это тоже неспроста. В ходе размышления о причине приобретения некоторых деревьев из светлых или белых цветов, я пришёл к одному из выводов. Если часто бывает так, что в начале середины-марта температура значительно поднимается, солнышко греет, дерево начинает просыпаться, чувствуя тепло. Но потом, в конце марта или апреля возвращаются заморозки, и тогда деревья могут погибнуть от этого. В то время, как белое дерево нагревается, меньше, чем тёмное. Соответственно, им уже больше тепла для пробуждения. В результате чего оттягивается во время пробуждения дерева, это относительно период времени. До того периода, когда солнце начнёт пересильнее. Тем самым, убедшая риск получить повреждение от отратных заморозков. Следующий момент. Обработка саза от вредителей. Кстати, последнее вот это. Последнее вот это. Он рассказал, что иногда белые деревья, белого цвета имеют, вспомните, берёзы, превышатся перед тёмно-коржными деревьями. Вот. Вот это лично его фраза. Узнася 20 лет. Далеко пойдёт, ну, если бы это кому-то надо было. У меня сегодня вебинар, сегодня 4-й, наверное, военники. Это, сейчас призывать вас побывать на вебинаре, те, кто сейчас слушает меня, наверное, поздно. Но потом, знаете, всё, зайдите, посмотрите. Сколько я примеру приведу? 19 века. Люди малообразованные. Вот. Начали печатать книги. И стали классиками. Их совет, их агротехника была признана абсолютно истиной. И пошла эта агротехника на север. Вот. Обрастая новыми фантазиями, тогда было снова книги печатать, это было деньги зарабатывать. Потом пошли статьи в журналы, которые становились всё больше. Вот. И это всё больше было фантазий, фантазий, фантазий. И каждая из них, приведительно к дереву, приближала его короткий срок жизни, его смерть. Это ужас, но я про это буду доказывать, рассказывать и пытаться остановить. Вот. Ну а... Артёв семейничков, где в помощь? И так, продолжаю. Обработка сада от вредителей и грибковых заболеваний. Здоровому саду они не нужны, а бальдовы не помогут. Если сад спроектируют правильные две посажены разумно, в саду есть огромнейшее разнообразие вида растений. Их не будет пригодять глупые методы наведения саду по типу обрезки, перекопки и прочих. А то и обработки такому саду не нужны абсолютно. Все деревья изначально здоровья. А болезнь опоры наше водителя водить не будут. Так, какие свои собственные иммунитеты, запасы здоровья. Но в ходе необдуманной людской деятельности дерево теряет свое иммунитет, свое здоровье. И обработки не помогут его вылечить. Они как таблетки убираются в том, это не решает проблемы, не восстанавливая здоровье. Человек, применяя неразумные приемы к поведению сада, самостоятельно его губит. После этого он становится предником своего сада. Ведь если пропустить таком саду обработки, можно остаться без зарожая. Здесь уместно, Артем, слово якобы, можно остаться без зарожая. А в саду с большим разнообразием видов и форм растений происходят удивительные. Деревья, кустарники, травы, грибы, насекомые все лежат в симбиозе, помогая, защищая друг друга. И чем больше разнообразия видов присутствия в этой участке, тем лучше. Потолка в этом нет. Главное, разумно спарактеризовать и посадить. А теми лесосадов, в следующих статьях. Я это сейчас добавлю. Значит, я это называю еще, у меня есть такие понятия, моровинная крепость. Это когда большое колесо моровинников спасает от этих. а моровинников спасает сады. Раз. И еще такое, знаете, самозащита, такая своеобразная крепость. Представьте себе, как она перемешка растет. Вот. У меня никогда не было, никогда, три, на 40 лет, на абрикосах. На грушах, на сливах, на бельгерках, на персиках, на вишнях. Вот. То есть на основных видах. И немножко на яблонях, и, ну, так сказать, разумное количество. Разумное, потому что для тоже нужна, как, не падайте со стулья, для тоже нужна в саду. Вот. Разумное количество. Значит, с левой, говорит, клоды, и яблони, и какое-то количество есть. Настоящая борьба с левой, это только с насаженцем, которые просто маленькие, беззащитные. Вот. И теперь представьте себе, летит крылышками пяк-пяк-пяк-пяк. Это летит баба тля. Про буроё больше мне не рассказывайте сказки. А то я уже уродя от инфаркта, от хохота. Вот, да? Согласны? Вот. И тогда летит тля. Летит тля, надо кушать яблони и сливу. Слива или клоды. А на пути абрикосы. Поняли, что такое крепость. Ладно, идём дальше. Благодарятковый полив. Делетка можно услышать советы о том, что перед зимой дерево нужно обильно полить. Очень сухая земля в зимний период может нанести серьёзную летность о них. Потому такой полив делать можно, но только если больше дону. Вместо, где было дождей. И не более 2-3 миль, и должно слость дерево. Если погода была дождлива, такой полив только навредит. Дерево, поглощая воду и питательные вещества, синтезирует своеобразный антифрес в виде сока, который движется по капиллярам, как кровь у человека. Ростойкость дерева зависит от качества этого сока, от его устойчивости к расширению при замерзании. На качество сока влияет на его химический состав и объём воды в нём. И причина гибели в зимний период заключается в том, что сок, находящийся в капиллярах растений, может сильно расшириться при замерзании и разорвать капилляры. По таким повреждённым капиллярам сок больше не может перемогаться, как следствие, поднимает ветер, даже всё дерево. Чем больше пациент воды в соке, тем больше в расширении при замерзании он подвергается. Благодаря осенне и обильный полив можно достаточно сильно разбавить сок дерева, что приведёт к сильному расширению и вследствие повреждению капилляров. Ну, видимо, это уже как бы вы его тут сделали. Я ещё добавлю, якобы специалисты, на самом деле абсолютно безграмотные, древучие люди, присвоившие звания экспертов, которые гордо заявляют, что они огородом, значит, заканчивали вузы, они требуют начать полив в августе-сентябре. Это птичий ужас. Поливают и не знают, что дерево перестаёт готовиться к зиме, то есть сбрасывать постепенно, высушивать листу, сбрасывать её, поэтому происходит для дозревания посек, и вдруг обильный полив. Караул. Дерево спасает себя от вас, специалисты, от вашей воды. Оно перестаёт готовиться к зиме, не сбрасывает лист, а заседает интенсивно через него извлекать из почвы, высасывать из почвы и испарять листами, избыточную влагу, которую мы с дуру туда внесли, почву. Вот теперь это будет полноценное, после этого моего добавления, это будет полноценная глава. Но глава ещё не кончилась. Сбор и сжигание листьев и органики под деревом. Нужно определить совсем, какие цели мы председуем. Декоративные для красоты или же природные для здоровья сада обильного урожая. Концедура по уборке листьев актуальна, только если у вас на участке зелёный дизельский газон, предназначен для постоянного покоса и создания красивого зелёного ковра. Если же суть сада, то есть не под деревья, если же суть садового здоровья, обильного плодоношения, с более здорового полезного урожая, то листья ни в коем случае нельзя убирать. Весь листовой опад – это естественное здоровое и натуральное питание дерева. Я железо добавляю к этому. Это опад – это часть дерева, временно расследившегося, а потом вернувшегося обратно с помощью переработки пищевой цепочки. Опавшие ветки, трава, неубранная, плодолюбая, другая органика, в которых все грибы, также являются лучшим питанием для дерева. Ну не сами грибы, а продукты переработки грибами. На протяжении всего года органика постепенно перегревает, перерабатывается с разнообразной подземной живностью, накапливая в верхнем слое почвы огромный объем губуса и другое органическое питание для дерева. Во время дождей губус постепенно растворяется в воде и в виде питательного водного раствора попадает в корням дерева. А как известно, дерево может питаться только водными растворами. Так, достое органическое пути создает высокую биологическую активность сверху в слое почвы, что благоприятно влияет на второе развитие дерева. В зимнее время листовой пан создает воздушный ковер, который преотвращает глубокое промерзание почвы. Я это называю вторая линия обороны, а слой снега третья линия обороны. Даже при малоснежных зимах он уберегает питательные корни от вымерзания, поэтому не стоит своими руками сажать питание дерева и защитой его корней. В большей степени по этой же причине нельзя перекапывать или рахлить почву вокруг дерева. Так, такой процесс также повреждает питательные корни дерева, разрушает слой дёрна, который даёт возможность почве дышать, равномерно впитывать влагу и защищать корни от мороза. Влажный дёрн на саду я описал в статье номер 1 «Посадка плодовых деревьев до холка по железу». Ну и все прям сейчас используют питомниководы, нежели садоводы. Готовят садовцы к зимовке или продаже, они обрывают, ой, блядь, вот это слово, которое, блядь, его надо будет убрать. Знаете откуда? Это если будет бумажная книга. А можно сделать так, слово «п» и благоточие. Вот. Они обрывают листья со всего дерева, для того, как она отпала бы сама. Трудно сказать, для чего это делать. Кто-то говорит, иначе листва останется на дереве, будет гнить, хранить себе болезнурной гривой. Кто-то думает, что дерево самостоятельно не сможет подготовиться к зиме и плохо перенесет зиму. Да это все глупости. А данное действие – это неверство по отношению к дереву. Почва и лист – это единое целое. Рейнезо неукладно пытался обратить на это внимание питомниководов по всему садоводам. Каждый лист кормит шурупочку, поскольку он обязан сделать свое дело до конца. А вот обрывая листовое время, почка не успевает вызвать, а тем самым обрести свою максимальную бородостойкость, выносливость, сил, рост и здоровье. Вот это. Это постулат. Поняли, да? Дерево, прежде чем сбросить лист, закупоривает поры, на месте стыка листа и ветки. А когда лист опадает, рынководя почка уже будет закрыта. Туда не попадет мороз, и возбудитель грибковых заболевателей. Если лист оборвать раньше времени, получится обратный эффект. И каждая почка, потерявшая лист, сильно ослабляет. А если почку еще будет привать, то все будущее дерево, кажется, слабее, чем могло быть. Вот. Ну и сейчас, знаете, что я сделаю? Я попрошу потом. Ну еще. Будем считать, что это пока еще черновик, да? Вот. Черновик. Мы сейчас с вами зайдем в 264-й вебинар, который состоится сегодня. Но вы сами поднимаете. Увидите его позже. Вот здесь вот, так вот сапало, есть несколько фотографий, которые очень-очень подошли бы. Давайте их поищем. Видите, для этой статьи. Артем потом их найдет. Надо будет. Специально вышли, если запросят. Вот. Это я, по крайней мере, вы понимаете, тема, о которой я буду говорить. А то пока пропускаю. Вот. Мы только ищем. Ну вот эта фотография. Ну это еще ладно, это еще маленькая рада. Узряется рада делать больше диаметра этого. Ветки. Ой. Представляете? Вот. Вот это унисторжение муравьев. Вот. Она ради заработка, ради того, чтобы заработать на этом фильме. Вот. Сто тысяч подписчиков научат унисторжать муравьев. Глупость, дикость, невежество. Но это я вам не говорил, потому что тема другая. А вот та самая тема. Представляете? Женщина взяла и начала обрабатывать. За это за лето. За стулья взялись. Она скупила весь магазин. Чтобы побороть дырчатость. Сейчас я вам покажу то, что я имел в виду. И статью будем считать аудио. Можно, вернее, это уже будет глава. Четыре. Это все тема будущего бебинара. Вот, видите? Вот это я имел в виду фотографии. Это соседи. Это сразу за моим забором. Вот даже видно мой забор. Каждое лето здесь сад. Большой сад. Он уже погибал. Уже молодые деревья вновь посажены. И бесполезно я для них не авторитет. И красиво раз. Сейчас красиво. Оставили деревья без виды. Это же воросток натурально. Куда вы лезете своими советами? Как 200 лет это продолжается в моем канале. Ну, это к слову. Сами понимаете. Помните, речь шла о том, что в это время заметьте фотографии 20 ноября. Несколько дней назад. В это время идет заготовка чередков. И это чуть ли не единственное, что зимой надо делать в саду. вот и полюбоваться на моих девушек, которые племянницы. А, в каждом случае я использую, знаете, для чего? Вот это Даша, вот это Даша, вот это Юля, вот это Юля. я им сказал так, если вдруг, а я же переболел, даже не знаю, ковид, не ковид, не пошел, заперся дома и все. Вот сейчас только один, остался один этот, забитый нос. Так вот, я сказал, девчата, если вдруг я окажусь полностью недееспособный или улечу на небо, в райский сад работать, вот эти два холодильника, два больших из трех, они забиты всеми дами. На балконе 500 веточек лежит, дорезанных. Это здесь сильное богатство. Это все должно разойтись по стране. А вас прошу, услышали? Слух пройдет быстро, причем по всей стране пройдет. Вот. И вот что, все, лавочка закрыта. Лавочка не закрыта, они вот так же продолжают. Поняли? Вот они, вот они, они будут продолжать. И один год. Богатство огромное. Еще же я хотел, вот оно встать. Вот ради этих детишек. видя, чем я буду говорить. И бодро распомнив сердце в небесное. Вот. И успехи вспомнив. Сейчас я хотел бы показать фотографию, и для этого закончить. потому что даже есть люди, которые вынуждены делать ошмыгивание, но особое ошмыгивание. Сейчас, 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 сейчас. Кстати, ножи 10 штук лежит. Вот они, привычные ножи, для него руки, для него руки. за две недели ни одного заказа. А вообще, все лето спрашивали, когда будут ножи. Это тоже, к слову. Это все учеба, 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 учеба. Где же моя фотография ошмыгивания? Это как вас донят, или бы только вам подсунуть что-то? Похранение зимой персиков тоже увидите. чудеса, вы видите. Хотел показать фотографию, но потом, Артем, знаете, что вы сделаете? Вот запросите, у меня я найду, будет больше времени. Так? Вот. И тогда, я вышел фотографию, где один из специалистов, он, 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 осенью, сажется с листьями, листья начали жухнуть, и он их аккуратненько, ножицами отрезал, листья. а черешки оставил. То есть, это очень умное решение, хотя бы для продавца. Лучше бы, конечно, не выкапывать, тоже продавать наделся. Вот. Ну что, видели, сколько советов у меня, нет? Вот, надо же, чудом нашел. Вот это вот, была у нас выставка, и ребята привезли на продажу саженцы. Вот. Видите, как он аккуратно сделал? Вот и стал уж аж выгивать. А значит, нет рада, прямо до почки нет рады. Вот это хотел сказать. Ну что, заканчиваем голову номер 4, вот, и так и будем продолжать. Уж извините за французский акцент, то, что делать, и ждать не могу дальше, потому что я уже так думаю, да успеем мы все сказать. Вот. Все, друзья, пока, до следующей главы. Субтитры сделал DimaTorzok